У него на голове как в шлем, он его с биоробота снял и вышел вместе с ним. На биороботе стоял, да? Да. Мы приветствуем Гунтера, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе наперед сеанса. Но он говорит там в шлеме, что доверит, пытается кричать, у него глаза полностью закрыты таким затемненным, как стеклом. Хорошо. Он не может его снять, он у него только с головы снимается. Понятно. Скеннер, просканируй сейчас подключку на голове вместе с этим шлемом, подсвечивай все подсопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, соединенные с этим шлемом, ты видишь их четко и ясно, отключай все по очереди, выводи этот шлем вместе с подключками из биополя Гунтера. Пошел процесс. У него костюм полностью. И костюм снимай. Как оболочка. Отправляя в клетку тюрьму. Вы меня слышите, Гунтер? Слышит. Так лучше? Холодно так. Понятно. Вы знаете причину этого шлема, этого скафандра, который на вас одели сущности? Вы знаете, откуда он произошел? Нет. Ну, для меня это как защита. А если я вам докажу, что это подключка и сущности воровали через эти подключки вашу энергия? Посмотрим. Нет, не в этом смысле. Я имел в виду, я хотел защититься от мира. Понятно. И, наверное, получил эту защиту. Это не защита. Это подключка, которая дали вам на ваш запрос, который не был сконкретизирован. Вы сегодня увидите тех, кто вам установил эти подключки. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Гунтера, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Гунтера. Находит все. Выстраиваю прямые каналы от этого шлема и скафандра к ответственным и притягиваю всех по цепочке в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь Рептилоид, Дова Грея, Лизард, Инкуб и Бес. Восьмой. Понятно. Восьмерка, Бес. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы вам и будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Гунтера, Спрейсера, все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстроили, сущности каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Гунтеру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. и все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Выстраивая прямой канал от Гунтера к этому шлему и скафандру, и он реверсом отдает все негативные патогены и низкое аббрационное, что он получил от этой конструкции. Пока идет реверс, сканер, дай мне полноту души Гунтера на настоящий момент. 98. Итак, рептилоид. Какой у нас рептилоид? 104. Ты военный рептилоид, да? Врач. Военный врач. Военный врач. Сколько ты находился в этом биополе с этой конструкцией? Первый мой вопрос. 4 года. Какая цель этого эксперимента и почему вы одели ему на голову этот шлем и этот скафандр? Глаза. Глаза смотрели и жили нашей жизнью. Кто жил чьей жизнью? Я сейчас не понял. Через глаза они сканировали. Окружающий мир? Рожитые дни, окружающий мир, знакомство, реакции, повседневную мимику, работу биоробота. Копировали все это до мельчайшей подробности. Чипы стояли во всем теле, где был скафандр. С какой целью эта подключка была в него внедрена? Копирование человеческого рода. Копирование человеческого рода для создания чего? Копии, правильно? Нет, не его копии. Для создания копии и для нас. И как вы можете без его частичек души сделать какую-то копию, основанную только на биоматериале? Что это будет? Та же лягушка, живущая на земле? Нет, это не касается его. С него мы берем лишь прототип. Сделаем скафандр человеческого тела, которого поселяем нашего представителя. Скафандр полностью копирует мимику. То есть внутри получается рептилоид, а снаружи будет человек, да? Да. Четыре года вы находились в этом биополе, с этой конструкцией. Да. Леризар, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Как у нас с реверсом, Вера? Ну, кончено. Хорошо, устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы, в порядке реверса. Гунтер забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. И усилив потоки в пятьдесят раз. И посмотри, Вера, что идет из этого шлема, этого скафандра, который Гунтер считал за свою защиту? Человеческие энергии идут. Рептилоиды, потому что форму в голову вложили, что это его защита. Мир у вас опасный, каждый день меняющийся. Из-за таких, как вы, он опасный. Конечно, он опасный. А мы можем защитить. Иллюзии. Ну, чем ты его защитил? От кого? От самого себя. Вот. От анализа своих действий. Выключили ему полностью сознание в том плане, чтобы он мог понимать, кто он есть и что он идет не в ту сторону. Бдительность ему выключили. Способность к анализу, критическому мышлению. Видно, есть недоработка в нашем скафандре, раз он здесь, а мы в клетке. В этой логике трудно тебе отказать. Лизард, сколько ты находился в этом биополе? Три года. Три года. Инкуб, сколько ты составлял компанию? Три года, семь месяцев. Три и семь и без. Как долго ты здесь? Восемь лет. Восемь лет. Кто из вас присутствует в квартире, в доме, где живет... А, подожди, мы сегодня дом не чистим. Но все равно хочу уточнить, кто из вас присутствует в доме, где живет Гунтер на настоящий момент? Бес присутствует, пользуется порталами, которые там находятся. Ну, правильно, бесы должен быть. А у Грея с рептилоидом платы там не остались случайно в квартире? Нет, не остались. Все энергии вложены в скафандр. Все понятно. Ждем окончания. Гревер закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Итак, сканер просканирует сейчас Гунтера на частоте рептилоида Греев и этого шлема скафандра. Не остались ли незамеченные чипы, микрочипы или какие-нибудь другие артефакты, которые находятся сейчас в его биополе или могут находиться? У него в физическом теле стоит такая прозрачная голограмма на все тело. Это ваша голограмма рептилоид Грея? Да. Хорошо, сканер, отключай эту голограмму полностью, выводи ее из биополя. И как выходит, отправляя в клетку тюрьму. Как запрограммирована его копия в таком экране. Выводи все. Готово. Выстраиваю прямой канал Гунтера к этой голограмме. И он реверсом отдает в нее все негативные патогены низкооперационные, что он от нее получил. Один, два, три. Пошел процесс. Все. До ста процентов пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Что идет, Вера? Посмотри, пожалуйста. Здесь идет как программа у него. Программа. У него из головы выходит программа. Все. До ста процентов выходит в голограмму. Готово. Устанали фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Гунтер забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что на чистоте Гунтера находится мощным потоком, пошло из этой голограммы назад. Все назад. Что идет? Ему идет импульсные решения, которые могут выходить за рамки этой программы. Понятно. Он не в состоянии... Внезапная радость, улыбки. Допустить себя. И думал рационально по программе, какую ему и установили рептилоиды 2 Грея. Готово. Итак, начинаем вытаскивать то, что осталось. Без посмотри. Есть ли лярвы в биополе Гунтера? Нет, затемнение есть. Где там затемнение? Сердце, голова, ноги. На голове уши почему-то глаза показывают. Уши и глаза. Ну понятно, в глазах стояли подключки. А чего уши? Там тоже были подключки? Программа, я тут слышала. Хорошо. Давай сделаем так. Без, хочешь получить эти затемнения? Хочу. Сначала выходи и вытаскивай все, что я оставил на своей чистоте. Отключайся полностью. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. А здесь идет волна, не волна, а слово, как самообичевание. У Беса здесь какие-то тяжелые сапожки. И он сидит в ногах и как разговаривает с ним, убеждает. Да, 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 это правильно. Так, так, ругай себя. Гунтер – это чистота Бесов. Чтобы вы знали, самообичевание, когда человек не любит себя, а постоянно себя ругает за все дела, он себе устанавливает тем самым новую программу. Она в абсолютно том же смысле, что и у Беса, направленная на ваше разрушение. Вы отлично слышали. Бес – это усилие. Бес усиливал, это безусловно. И не только Бес. У нас сидит Лизард, который усиливал все эти чувства, пропуская через сердечную чакру в 4-5 раза. Он усиливал это все еще дополнительно. Бес снялся. Хорошо, Бес, разрешайте забрать все затемнения. Забирай, ничего не оставляй, возвращайся назад. Приступай. Готов. Инкуб, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью. Снимай все, что ты оставил на нем. Что у него, Вера, накидка? Это Сукуб. У меня Инкуб написано. Сукуб. Давай, Сукуб, твоя очередь. Он может быть и Сукубом, и Инкубом. Не так ли, Сукуб? Все зависит от слабости человека. Абсолютно верно. Я снял. Хорошо. Что ты снял конкретно? Ты что-то на него одел? Почему у него любовная жизнь полностью ломалась? На что ты давил? У него как жилет был. И вот этот жилет, он как руководил им. То есть захотел, подпускал. Захотел, не подпускал. То есть как решал Сукуб сам. Так он и делал, да? Да, иногда ему хотелось подпустить кого-то, побыть. Как только это шло каким-то обязательством или намеком на это Сукуб. Переключал его. Талкино, скажем так. Здесь все понятно. Лизард, выходи. Вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел? С сердца горла. Тогда вытаскивай свое гнездо и все затемнения, которые в сердце и горле остались на твоей чистоте. Все свои энергии. Он скреб. На сердце, да? Да. На душе. Скреб. И какие ты ему мысли навевал? Поделись-ка. Тоска. Тоска. А тоска о чем? Что неправильно живет, неправильно что-то делает или что-то упустил. Какая именно? Тоска. Тоска бывает разная. Глубокая тоска. На что направленная тоска? На каждодневную рутину. Серость. Все вытащит. Сканер просканирующий раз Гунтера на чистоте рептилоидов и Греев. Не осталось ли что-то еще не вытащенным? У него подключек нет, но какие-то фантомные, от шлема и от перчаток на голове. Хорошо. Ужались фантомные энергии. Все фантомные энергии от подключек и артефактов на щитри выходят из его биополя. Один, два, три. Зависает перед ним. Да, вышел как туман такой белый шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая печат и растворяя, даю команду на рассинхронизацию Гунтера с рептилоидом, двумя Греями и их конструкциями, лизардом, суккубом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет Гунтеру, этим светом выдалит из себя все негативное патогенное низкоабарационное чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним в шар. Остаточные энергии от интерферентов и их подключек летят в этот шар тоже. Вышел шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая печат и растворяя, даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии отстегнуть Гунтеру все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая печат и растворяя. Есть. Хорошо, начинает пускать. Больше в это биополе, бес, суккуб, лизард. Вы не войдете, вам понятно? Да. Открывается внизу два портала, один на чистоте беса, один на чистоте суккуба. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печат и растворяя оба портала. Готово. Открывая наверху портал на чистоте лизарда, 1, 2, 3, лизард забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печат и растворяя. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь.